К интересному слайду это уже тенденции, то, что происходило с рынком жилой недвижимости по четырем крупным областным центрам. Период сравнения январь 2023, вверху видите, да, январь 2024 год. Карта не менялась, здесь колебательные процессы, структуации вот так остались они. А вот разберемся, что произошло с картинкой или в данном случае здесь табличка экселевская, да, что произошло длиною в один год. Я думаю, что вам будет интересно. Город Харьков, повторяюсь, 625 долларов за квадратный метр, это социальное жилье, вы его всегда можете вот здесь найти, как по другим любым городам. Но это самый крупный класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. И вот мы видим, что за, друзья, год этот класс жилья подешевел на 2,65%. Индекс отрицательный 0,974. Город Полтава, друзья, недвижимость подешевела на 2,01%. Индекс, друзья, также отрицательный. Индекс стоимости недвижимости 0,980. Чернигов, 497 долларов за квадратный метр. Снижение в годовом измерении 1,19%. Индекс также отрицательный 0,988. Город Суммы, друзья, 491 доллар за квадратный метр. Также снижение в годовом измерении минус 1,41%. Индекс, друзья, отрицательный 0,986. Ну и подводя итоги, в целом по региону мы видим, вот здесь у нас первый месяц 2024 года, январь, это 549 долларов. Ну, я не округлил, сделал и 0,5, да, а в январе 2023 года 560 долларов за квадратный метр. Что за, так сказать, год показало снижение минус 1,88%, но можно смело округлить до 2%. Индекс, друзья, отрицательный 0,981. Ну, напомню вам, друзья, что такое индекс. Индекс, друзья, это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. В данном случае, если говорить в целом по региону, вот мы делим вот это число 549 на 560 и получаем вот этот отрицательный индекс 0,981. На протяжении многих лет мы готовим, считаем данные индексы для крупных украинских банков, иностранных банков, которые работают на территории Украины. Естественно, мы не только отдаем информацию по жилой недвижимости, это по всем сегментам рынка недвижимости. Там порядка 12 сегментов, это и коммерческая недвижимость, и домовладение, и земля, и так далее. И в рамках этого крупного проекта у меня есть просто возможность, друзья, вам частично делиться этой информацией. Да, я знаю, что меня смотрят достаточно много людей, которые работают в банках, финансовых учреждениях, как украинских, так и зарубежных. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, я знаю, это востребованная услуга, судя по тому, как, так сказать, увеличивается количество наших контрагентов, которые заказывают нам подобные работы. Поэтому пишите в Вайбере, в данном YouTube-канале есть для связи Вайбер-телефон, да, обсудим техническое задание, что надо, и мы, в принципе, через индекс вы портфельно можете переоценивать всю недвижимость и объекты, которые находятся в залоге в вашем финансовом учреждении. Это достаточно не просто интересная работа, она экономит вам и время, и деньги. Данную работу принимает Национальный банк. Друзья, ну вот, в общем-то, рассказал все, что касается тенденций, все, что касается, значит, этих самых краткосрочных колебаний, флуктуаций. Да, чуть не забыл, вот, чтобы просто вы понимали, много это или мало, здесь 2%, да, за год регион целый, в который входят 4 крупных областных центра. Город Одесса также показал, я записывал позавчера видеоролик, показал не просто город Одесса, город Одесса и Николаев. Целый регион показал тоже округлим, там, 2% снижения стоимости квадратного метра. Дальше, Донецко-Приднепровский регион, город Днепр и город Запорожье показали снижение 3% в годовом измерении. Город Киев показал, в общем-то, ровно 0% снижения стоимости, как и роста не было никакого. А вот западный регион, буду записывать до конца, там, конечно, вы увидите рост стоимости квадратного метра порядка 3% в годовом измерении. Но, в целом, друзья, если посмотреть, только один западный регион показывает нам рост. А если вы посмотрите данные, которые публикует служба статистики на своем сайте, называется индекс цены, то вы обнаружите, что на 14,5% в годовом измерении, сравнивали четвертый квартал, естественно, 2023 года с четвертым кварталом 2022 года, на 14,5% выросла стоимость квадратного метра украинской недвижимости в целом по Украине. Вот вам, друзья, и статистика вам, да, и кто прав, я, или же те товарищи, которые там получают большие деньги за ту фигню, которую они публикуют, ну, я называю, извините, своими вещами, своими словами то, что наблюдают, то есть это безобразие на самом деле. И вот давайте подвели итоги, поговорим о прогнозах, что будет происходить с недвижимостью в 2024 году в целом регионе. Я практически не сомневаюсь, что тенденции мы будем наблюдать отрицательные, то есть снижение будет от 5% минус 5% до 10% возможно, да, то есть я это всего лишь предполагаю, при этом при всем я опять же предполагаю, что, наверное, 5% мы увидим в первом полугодии или даже в первом квартале вот такое снижение. Но время покажет, друзья, я не в рулетку играю, не угадываю цифры, это не моя задача, могу ошибиться, может не на 5% подешевеет, а на 6% или наоборот на 4%. Я рассказываю вам о тенденциях в долгосрочных процессах, которые будут происходить на рынке жилой недвижимости в данном регионе. И это связано с тем, что макроэкономические показатели, я также записываю много видео, посвященных именно макроэкономическим показателям, внутренне валовому региональному продукту, это все есть в открытом доступе, там очень и очень плохие вот эти самые макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики в целом. И напоминаю вам любимый тезис риэлторов, хоть я не отношусь к ним, что рынок недвижимости является частью экономики Украины или сегментом украинской экономики, это действительно правда. Так вот, если в экономике все плохо, рынок недвижимости не может расти, он не может в противовес падающей экономике развиваться, показывать положительную динамику, он может надуваться в силу определенных причин, в силу статистического шума, когда вот вам долго и с каждого утюга рассказывают, что растет рынок, да, и люди ведутся на это на самом деле. Конечно, продать в городе Харькове квартиру и купить такую же квартиру по стоимости в городе Париж, ну, наверное, каждый бы захотел, да, но вот это работает, на самом деле пропаганда это работает, и люди на это ведутся. Я же говорю вам исключительно, исходя из, как бы, тем, что, ну, прикладной наукой занимаемся мы, да, и с цифрами вам это показываю и доказываю. Кто не согласен, пишите, будем обсуждать, с чем не согласны, с методологией, могу объяснить методологию, с цифрами не согласны, опять же, можем поспорить, но при этом только покажите свои, пожалуйста, исследования, да, и тогда мы сможем с вами полноценно общаться, что называется, на одной волне. А когда три класса образования, и все не так, и это, и не это, да, и говоришь ты на русском языке, то, друзья, с такими людьми я, конечно же, в дискуссию не вступаю. Итак, еще раз посмотрите на эти цифры, закрываю показ слайдов, и хочу напомнить вам, друзья, что подписывайтесь на мой видео, на мой YouTube канал, если хотите знать, что происходит с рынком недвижимости в Украине. Также ставьте лайки, дизлайки видео, говорят, это помогает продвижению видео. Ну и в любом случае помните, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.